всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня видео будет о гранулирующей акварели с момента выхода видео о моей рабочей палитре все поменялось все гранулирующие цвета из нее я убрала в отдельную такую вот палеточку от шоколадки бушерон вот я думаю что это пластик но выглядит в принципе хорошо и свои функции выполняет закрывается нормально и поэтому я рада что так все получилось здесь у меня первый ряд это вангкок сумеречные цвета второй и третий ряд это дэниел смит в основном эта серия приматек которая делается на основе натуральных камней эти выкраски чисто для себя я сделала потому что гранулирующие краски всех как вы видите просто черный и сложно определить на глаз или запомнить где что давайте я вам покажу сумеречные чуть-чуть крупнее вот они а вот здесь есть номера и состав если вам интересно вот ну вот эти вот четыре сумеречные и оксид блэк сегодня видео кстати мы еще попробуем воссоздать один из сумеречных цветов смешивая оксид блэк и тот пигмент который здесь указан посмотрим что у нас получится так и собственно как выглядит дэниел смит к сожалению никаких номеров на дэниел смит я не нашла возможно где то есть пигментный состав но чуть ей вот тоже так не вижу ну наверное где то на сайте есть мне как бы пока без надобности вот этот цвет это лунар блю вот этот цвет ну вот этот цвет вам точно скажу как он называется и монет джиннин вот этот цвет это лунар black вот этот зеленый но вот эти два цвета она не не гранулирует черным они гранулируют другими цветами но я их тоже сюда пришла потому что они естественно гранулирующие так зеленый это green апатит джиннин и вот этот классный такой фиолетово-розовый это rose of ультрамарин надеюсь что вам все видно вот такие у них название вот такие монгло в принципе не нуждается представлений вот это как они выглядят эти тубы вот есть конечно же тубы эти маленькие по 5 миллилитров есть по 15 есть по моему даже еще больше вот так дальше я вам покажу несколько картинок как пример как я использовала эти гранулирующие краски пока отложим в стороночку я взяла всего три книжки но я думаю что этого будет достаточно чтобы понять принцип действия этих красок значит на этой картинке фон сделан полностью оксид black от ван с небольшим добавлением воды хотя гранулирующие краски любят воду но здесь я ее добавляла не сильно активно поэтому фон получился очень темный но этот эффект мне очень понравился вот такой а также был эксперимент смешивание оранжевого пироля и оксид блэка тоже от ван гог по краям вот этого фона вот так это выглядит в серединке другие цвета а вот по краям как раз таки эксперименты здесь я использовала много воды и очень мало оксид блэка но мне очень не понравился этот эффект так это драконы дальше дальше велик и картинка которую я уже сто тысяч раз показывала но мне кажется что это самый лучший пример а вот здесь на для неба это мунглоу но немного переливающийся это конечно совсем другая краска в общем небо это в основном мунглоу а море это в основном lunar blue от дэниел смит вот такие эффекты ну и последний пример из мифоморфоз кирбио здесь у меня что есть из гранулирующих это бакуна сейчас я его найду или не найду так сейчас я его найду и к вам вернусь ну вот после недолгих поисков все-таки нашелся бакунало а знаете то здесь для фона я использовала мунглоу сочетании с lunar blue вот так это выглядит есть как фиолетовые так и синие цвета это потому что я смешала две эти краски вот так надеюсь что для примеров этого достаточно и мы с вами перейдем к тому чтобы попробовать воспроизвести некоторые цвета ну и немного посмотреть на выкраски на поведение этих акварелек детальнее так сегодня мы с вами попробуем воссоздать вот этот цвет доск пинг он называется и он состоит из двух пигментов пивики 11 что является оксид black и пиви 19 я нашла окраску пиви 19 1 пигментную но в белых ночах не в ангоге я думаю что это нам не сильно помешает но иметь ввиду надо что это белые ночи так вот эта краска называется сиреневый хинокридон вот ее пигментный состав пиви 19 и ее мы попробуем смешать с оксида пива к и я подготовила а водичку листочку и наверное нам понадобится палитра разводим сначала хинокридон и берем немного оксида лака размешиваем и добавляем водички вот так и наносим на наш листик мне кажется надо бы добавить оксиды было к ну вот собственно поэтому я купила все сумеречные цвета потому что у меня ничего не получалось с оксид блэком возможно я что-то делаю не так давайте возьмем собственно сам сумеречный цвет и рядышком его выкрасим у него совершенно другая структура вот хотя тоже кстати грануляции пока не видно будем ждать высыхание вот а также я решила вам не показать немного поближе точнее не поближе а чуть покрупнее сделать выкраски вот этих всех своих цветов я правда водичку не меняю но надеюсь что это нам не сильно помешает тем более что цвета в основном очень-очень темные хотя как вы видите вот так если их развести то довольно они такие вот получаются прозрачные и светлые любая гранулирующая акварель очень любит воду именно тогда она дает свои классные эффекты но именно это является камнем преткновения для использования их в наших раскрасках которые обычно не очень хорошо с водой дружат вот но все-таки в небольших количествах даже и с небольшим количеством воды все равно эти эффекты видны и мне кажется что использование гранулирующая акварель я очень узнаваемо в работах вот и смотрится довольно эффектно когда это уместно в работе так 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 больше, а тут красочку, вот так вот, вот эта вот красочка, которая является аналогом оксида Black от Van Gogh, но это Lunar Black от Daniel Smith. С ней я тоже проводила много экспериментов по смешиванию с другими красками, но что-то как-то мне не везло. Ну и две красочки, которые гранулируют не в черный, а в другие цвета. Вот этот зеленый гранулирует в коричневый, а этот, ну по названию уже понятно, что он и розовый и ультрамарин, синий, соответственно. Но этот синий проявляется только после высыхания этой краски, поэтому его сначала и не видно. Вот так. Давайте еще попробуем наш вот этот пигмент смешать с Lunar Black от Дэниэл Смит и попробовать, попробовать еще раз. Сюда вот мы нанесем. Вот так. Так, ну еще один небольшой эксперимент. У меня еще есть краска Handmade, тоже типа Oxide Black. Вот, она от бренда Handy Watercolor. Я не рассказывала видео обо всей моей акварели. Вот сюда мы ее и нанесем. Я уже сейчас вижу, что оттенок не очень-то совпадает с тем, который у Ван Гога. Возможно, проблема в том, что это белые ночи, а не Ван Гог. Возможно, что я ошиблась с краской. Но я думаю, что это не так важно. Важен сам эффект акварели, который мы хотим увидеть. Так, чуть-чуть у меня бумага тут покоробилась. Но я думаю, что это не страшно. Сейчас это все подсохнет, и я к вам вернусь. Ну что, уже почти все высохло. Чуть-чуть осталось. Но мне уже пора бежать, поэтому давайте посмотрим так. Значит, тут у нас с вами вверху пигмент PV19, смешанный с разными гранулирующими черными. Первое – это Oxide Black от Ван Гог. Третье – это Daniel Smith Lunar Black. И четвертый квадратик – это акварель Handmade, Handy Watercolor. И, соответственно, пытались мы добиться Ван Гог Dusk Pink цвета. Как вы видите, ничего не получилось. Ну, интересные, да, интересные цвета получились. В первом, возможно, что слишком много было Oxide Black. В остальных, ну, вроде ничего так выглядит, но все равно не похоже, совсем не похоже на то, что здесь. Конечно, может быть, с пигментом не очень похож Белой Ночи и Ван Гог. Вот. Но, тем не менее, я даже вижу именно по самой грануляции, насколько разные эффекты. И вы видите, что у Dusk Pink и у Oxide Black есть все-таки похожесть. Вот они такими припыленными становятся. Очень мелкий такой помол вот этого черного. Lunar Black достаточно такой вот интересный тоже эффект. Но больше всего мне нравится вот этот вот Handmade. Ну, вот как-то эта грануляция мне нравится больше всего. И я ее оставила, кстати, в основной палитре. Не добавляла ее вот в свою отдельную палитру. Ну, потому что я люблю везде добавлять. Вот. Вот так у нас получилось. Надеюсь, что вам были интересны эти эксперименты. А здесь выкраски чуть-чуть крупнее тех красок, которые у меня есть в отдельной гранулирующей палитре. Вот. Я их подписала, если вдруг они вам понравились и вы хотите их заказать. Вот так. Да. Ну, собственно. Вот и все. Сегодня у нас был обзор вот этой вот палитры. Я вам рассказала про свой опыт использования гранулирующих цветов. Показала несколько примеров. Надеюсь, что вам было интересно. До новых видео. Пока-пока.